Наверное, нет в этой жизни человека, который хотя бы раз в своей судьбе не пытался начать все сначала. От школьника-прогульщика до человека, совершившего серьезное преступление, все когда-то, но слышали голос совести, зовущий к переменам. В чем-то сердце надежда на перемены к лучшему лишь слабо теплилась, а кто-то мог смело и открыто об этой надежде рассказывать другим. Что же это происходит такое в сердце человека, когда он испытывает подобное? Как нам относиться к этому побуждению начать все сначала? Вот может быть, вот это стремление, знаете, как говорят, к светлому и чистому, может быть, это просто наивность? А разве можно в наше время быть наивным? Но вот перед нами книга книг, и вот что она говорит. Книга апостола Иакова, послание апостола Иакова, 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и не тени перемены». Удивительные слова, они говорят о том, что стремление к совершенству, стремление к чему-то лучшему, оно приходит свыше, оно приходит из чертогов Царства Божьего, стремление к добру дается самим Богом. Поэтому, когда мы испытываем подобное стремление, мы с вами даже не догадываемся о том, что в этот момент вступаем во взаимоотношения с премудрым Создателем Вселенной. И только лишь действительно присутствие Бога может смягчающе воздействовать на сердце человека. Только его присутствие, согласно учению священного описания, его влияние может так склонить сердце человека к мысли о том, что он должен что-то изменить к лучшему в своей жизни, что человек наполнится решимостью это сделать. Есть в Евангелии история. История о Закхее. Это был человек, который собирал налоги. Очередной евангельский мытарь. Вы заметили, что в Евангелиях, замечали ли вы, что в Евангелиях очень много персонажей, к которым люди, общество относилось негативно, а Евангелие их подает немножко с другой точки зрения, открывает нам взгляд на них, с позитивной. А вот есть были люди, о которых наоборот все относились положительно и превозносили, а Иисус Христос видел их сердце, и поэтому по-другому Евангелие тоже нам их подает. И мы немного видим негативную сторону этих персонажей. Вот Закхей. Мытарь. Человек, собиравший налоги не для казны Израиля, а для римлян. Для римлян. В каждом городе, в крупном было много таких постов, пунктов, где сидели эти сборщики налогов, у них были соответствующие списки с пометками, где-то лежали архивы, тоже такие книги, кто сколько выплатил налогов за там прошедшие месяцы, прошедшие годы. И вот к ним в определенный установленный срок приходили люди, и они, открывая свои книги, говорили, так, ты должен столько-то, ты должен столько-то. Потом все это они передавали конвоирам римскими, и они пополняли римскую казну. Израильтяне, естественно, таких людей не любили, и не любили еще их не только лишь потому, что они собирали деньги для римлян, для оккупантов, но еще по одной причине. Каждый раз, когда вот они доставали вот эти свои списки, они, будучи людьми грамотными, могли и читать, и писать, а вот большая часть их, так сказать, клиентов были людьми неграмотными, которых легко было обмануть. И они этим очень часто пользовались. Они наживались на том, что простой человек мог забыть, сколько он заплатил, или мог не поставить, не суметь поставить свою роспись, и поэтому можно было подделать за него какие-то документы. И люди иногда платили в полтора, в два раза больше налогов, чем было установлено, чем должны были. И Закхей, судя по всему, был человеком, который не гнушался таких методов. Он был человеком низкого роста, маленький, и он слышал о том, что в его город должен прийти Иисус. И он не знал, как посмотреть на него. Он очень хотел хотя бы увидеть, хоть глазком увидеть этого удивительного человека, учителя из Галилеи. И когда собралась толпа, он, в середине которой шел Иисус, и многие были рядом с Иисусом, прикасались к нему, беседовали с ним, задавали ему какие-то вопросы. А он ходил вокруг и не знал, что ему делать. Вот протиснуться туда вперед, ну кто он такой? Его Иисус увидит, и ему на ухо шепнут. Это Закхей, местный мытарь, сборщик налогов. И Иисус при всех скажет ему, уходи отсюда. Ну, боялся он, наверное, подобного. И поэтому придумал, придумал. Он увидел, примерно заметил, где Иисус должен проходить в скором времени. Он проследил, так сказать, траекторию его движения. И на пути следования Иисуса он нашел дерево, залез на это дерево. И вот так, свесившись, может быть, еще с группой местных мальчишек, взрослый человек смотрел сверху на проходящего мимо Господа. Это смешная немного картина. Священному Писанию не чужда ирония. И вот Иисус проходит под этим деревом и останавливается. Поднимает свой взор кверху, смотрит в глаза прямо к Закхею. Тот замирает вот там вот на ветке, держась за ветку дерева. А Иисус произносит, Закхей, спускайся. Я вообще-то сегодня собираюсь у тебя отобедать. Или отужинать. Я в гости к тебе собираюсь. Примешь ли ты меня? Удивительно. Вы представьте себе, как вот из этого положения, смешного положения, вдруг Закхей выходит человеком, который, может быть, даже поднялся в чьих-то глазах. Сам учитель вот этот знаменитый собирается посетить его дом. Ладно, он спускается с дерева, идет к себе домой, все готовит, приглашает друзей, хороший стол накрывает. И вот приходит к нему Иисус. Иисус садится с ним за один стол. Иисус разделяет с ним хлеб. Иисус пьет из той же посуды, из той же чаши, из которой пьет Никодим. Никодим не брезгует, не отворачивается от него, слушает его слова, дает какие-то ему советы. И вдруг Никодим чувствует что-то, поднявшееся в его душе. Это то самое, что чувствуют, как мы сегодня говорили, чувствуют все. От школьника-прогульщика до человека, совершившего серьезное преступление. Желание перемен. Желание перемен к лучшему. И он встает и всем заявляет, друзья, я вчетверо верну всем тем, кого я чем-либо обидел. Верну то, что брал. Верну то, что мне не принадлежит тем, у кого я это забрал. Удивительная перемена. Вот этот человек, он не просто ощутил желание перемен, он их сразу же осуществил. Заявил об этом, и Господь сказал одобрительно. Ныне пришло спасение этому дому, дому этого сына Израилева. Да, удивительная история. Никакие обстоятельства, никакая критика, никакая клевета, никакое давление общества не могло изменить сердце этого человека. А вот присутствие Иисуса смогло смягчить сердце Никодима, и он решил начать новую жизнь. Ничто не могло его заставить сделать это. Но только любовь и присутствие Христа смогли изменить его душу. Библия говорит нам, что в результате грехопадения первых людей наша планета со всеми ее обитателями оказалась во власти узурпатора, во власти дьявола. Сатана выступает в Священном Писании ни много ни мало, как князь этого мира. Когда мы читаем книгу Иова, первые главы и первые стихи этой книги, там описано, что к Богу собираются его сыновья, и среди них был и Сатана. И Сатана себя подает и представляет, как князь мира людей. Кто все эти остальные сыновья Божьи? Ну, судя по контексту, судя по тому, что Сатана называет себя князем земли, то есть представителем земли. Он пришел к какое-то совещание, какая-то встреча очень важная. И представитель земли, Сатана, судя по этому, все остальные присутствующие, названные сыновьями Божьими, это представители других миров. Миров, в которых не произошло грехопадение. Миров, которые входят в Царствие Божие, Вселенское Царствие Божие. А Сатана, он представлял себя, как князь этого мира. Но с рождением Иисуса Христа Царство Небесное приблизилось. После своего крещения Иисус провозгласил следующее. Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное. А с Его смертью и с Его воскресением это Царство было установлено. Незадолго до своего вознесения, обратно в небесные чертоги, Иисус встретился с учениками и сказал такие слова. Приблизившийся Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Царство Божие установлено. Потрясающе. Там, где раньше владыкой был лишь лукавый, там, где дьявол претендовал на власть над народами, городами, семьями и душами людей, теперь было установлено Царство Небесное. Но борьба между этими двумя непримиримыми силами продолжается по сей день. Сейчас кто-то спросит, так было установлено Царство Небесное на земле? Да, было. А куда делось, кануло ли в лету Царство Сатаны? Нет, пока еще не кануло. Идет борьба. И не все понимают и не все осознают, что эта борьба, разворачивающаяся под покровом тайны, происходит в человеческих сердцах. Это борьба за выбор, за выбор между добром и злом. Это борьба, в которой участвует каждый из нас, каждый день своей жизни. Это и есть борьба Царства Небесного и Царства Лукавого. Царство Божье, оно покрыто вот этой завесой тайны, постигнуть которую смогут лишь те, кого научит сам Иисус. Вы знаете, то, что Царство Божье, оно покрыто вот этой завесой тайны, говорит апостол Павел. В первом послании к Тимофею, в третьей главе, в 16 стихе, записаны такие его слова. Но многие исследователи Священного Писания считают, что это не его собственные слова, это такой древнехристианский гимн. Может быть и так, но до нас он дошел через послание апостола Павла. И беспрекословно, великое благочестие – тайна. Благочестие и Царство Небесное – это тайна Божия. В чем же она? «Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Да, поэтический слог, скорее всего, действительно правы те, кто считает, что это какой-то древнехристианский гимн. Удивительные слова. Давайте над ними немножко поразмышляем. «Бог явился во плоти», действительно, остается тайной явление всей божественности, всей божественной полноты в человеческой плоти. Когда Сын Божий Иисус Христос родился, будучи беспомощным младенцем, точно так же, как и всех прочих младенцев, его приходилось пеленать, его приходилось кормить, его приходилось за ним ухаживать. И с каким изумлением все небо, смотря в колыбель и в ясли, где был положен этот беспомощный младенец, смотрела, осознавая, это их царь, это Божий Сын, да, воплоти беспомощного младенца, но это Бог. Как вечный Сын Божий, сложив свое божественное величие, родился беспомощным младенцем, но при этом остался той же божественной личностью, это тайна Царства Божьего. Показал себя ангелом, вознесся во славе, такие слова есть вот в тексте, который мы прочитали. И эти слова сказаны о финале земного служения Иисуса. Но, вы знаете, тайна здесь не в том, какая сила подняла Иисуса от земли и вознесла на небо. Но, наверное, в этом не так уж и много тайны. Тайна в том, как вообще Богу удалось осуществить план освобождения человечества из-под власти дьявола. Как Он смог довести столь трудное дело до столь славного финала? Пропасть между божественной природой, в Библии сказано, Бог есть Дух, и между человеческой природой несоизмеримо велика. Но Бог стал человеком. Как? Да и что произошло? Что произошло, друзья, в Его сердце, что Он решил так унизиться и стать человеком? Чем руководствовался Божий Сын, когда Он, будучи источником жизни, решил и принял решение умереть ради грешного человечества? Где Бог, податель жизни, а где смерть, удел всякого человека? Кажется, между этими понятиями непреодолимая пропасть, но Он, будучи свят и праведен, решает принять на себя ответственность за грехи людей. Но и это не все. Опять же, Бог, святой и праведный, решил в Своем присутствии терпеть грешников, преступников, хулителей Его имени, невоздержанных, гневливых, обидчивых и обидчиков, всех нарушителей закона. Сколько тысячелетий длится эта история, и этот мир еще существует. Бог не просто решил терпеть мятежную планету, но что-то таинственное в Его душе подвигло Его понести на себе вину за преступление человека и принять наказание вместо преступников. Воистину, Божьи дела окружены тайной. То, что Иисус проповедан в народах, принят верою в мире, друзья, это не меньшая тайна, чем Его смерть и воскресение. Вспомним, что происходило тогда, когда Иисус был, как говорит пророк Исаия, обезображен паче всякого человека. Когда Иисуса предали римлянам, мы помним с вами, что Понтий Пилат хотел его освободить, и он решил, некоторые Евангелии об этом упоминают, некоторые нет, и он решил, что может быть, если он предаст Иисуса бичеванию, то есть наказанию. Но все-таки была какая-то смута, люди были чем-то смущены, и в центре этих событий был вот этот человек, Иисус из Назарета, галилейский учитель. Он решил его бичевать, а потом опять представить народу. И он так и сделал. И когда он показал Иисуса народу, он спросил, что мне сделать с ним? Вы называете его, его называют царем иудейским, что мне сделать с царем иудейским? И тогда начальники народа подговорили народ требовать его распятия. А тогда была Пасха, и по традиции, особой пасхальной традиции, Понтий Пилат мог отпустить одного преступника. Он решил воспользоваться этой возможностью. Он вообще искал возможности спасти Иисуса, но не довел это дело до конца. И это было неправильно, это было плохо. Он должен был проявить твердость, но он этого не сделал. Тем не менее, искал возможности спасти Иисуса. И вот приводят из темницы Вараву. Варава был убийцей. Варава был организатором мятежа, напал то ли на римлян, то ли на сочувствующих римской власти. Может быть, на таких людей, как Закхей, своих же единоплеменников, но которые, как я сказал, сочувствовали римской власти, совершил убийство. После этого был схвачен и был приговорен к крестной смерти, к распятию на кресте. И вот поставили рядом Иисуса, который давал жизнь. Это происходило не где-то в темном углу. Все это видели и знали. Он исцелял, Он воскрешал, Он утешал, Он кормил, Он благотворил. Вот все, кто оказывались рядом с ним, испытывали на себе его смягчающее влияние, смягчающее влияние его учения и его духа. Атмосфера вокруг него была такая, что располагала к нему, смягчала сердца людей. Или, напротив, люди ожесточались. Так вот, поставив рядом источник жизни, подателя жизни и убийцу, Пилат думал, ну это же естественно. Люди сейчас посмотрят и сделают правильный, разумный выбор. И люди свой выбор сделали. Вы помните, они кричали, Варавву, отпусти нам Варавву. А что сделать мне с Иисусом, называемым царем иудейским? Распни его, распни, был ответ. И в этот момент Пилат сдался. Он услышал еще такие слова, что тот, кто защищает человека, называющего себя царем иудейским, не друг к кесарю. И он испугался. Он повелел принести большой сосуд с водой. На глазах у всех умыл руки. Таким образом заявив, я не виновен в крови этого праведника. Но он не сделал на самом деле всего. И это был его приказ. Он отдал Иисуса солдатам. Это он приказал. Никто, кроме него, не мог это сделать. Он сделал этот страшный шаг. И вот Иисуса взяли солдаты римские. Они собрали, собрался целый полк для того, чтобы посмотреть на этого человека. Многие о нем слышали. И вот они увидели теперь его не в толпе почитателей, а избитого и оплеванного. Они увидели на нем разодранные одежды, изможденного и уставшего. И они решили поиздеваться над ним. Они сплели из колючего терна венец. Одели ему на голову. Били палкой по голове. А после этого, достаточно насмеявшись и надругавшись над ним, накинули ему на плечи красный материал, как будто бы это был плащ царский, пурпур, красный – это цвет царской власти. Они становились над ним на колени и, смеясь, произносили «Радуйся, царь иудейский». Вдоволь насытившись этим, они возложили на него крест и повели к месту казни. На Голгофе его распяли. Его повесили на кресте между двумя преступниками. Один преступник с правой стороны, другой преступник с левой стороны. Но один из преступников признал в нем Мессию. Как? Как один из преступников, висевший рядом с ним на кресте, увидел в нем Мессию? Как римский сотник, который смотрел на все это и руководил казнью, сумел в оплеванном, избитом, пригвожденном ко кресту человеке увидеть такую славу, силу и величие, которого не может быть в людях? Как он этому униженному, но славному в своем унижении Богу отдал свою веру? Сотник, стоявший напротив, увидев, что он так возгласив, и спустил дух, сказал, истинно человек сей был Сын Божий. Вот это тайна! Как человечество могло принять Бога униженного и распятого? Каждый это может тоже испытать. Посмотрите на Иисуса в последние часы и минуты его жизни. Посмотрите на Него, пригвожденного ко кресту. Как? Получается таким образом, что в этой картине и в нем висящем на кресте мы видим славу Божью, славу Божьего Сына и отдаем Ему свои сердца. Это еще одна тайна Царства Божия. Это и есть тайна Царства Божьего, тайна неразгаданная, но доступная всем нам. Воистину, Царство Божие есть тайна, но оно существует. И для того, чтобы в Царство Божие войти, необязательно понимать всей глубины его неисчислимых тайн. Напротив, Иисус, Он всегда старался подобрать такие слова, чтобы поняли это самые простые люди, самые неученые, чтобы поняли, что уже сегодня и сейчас можно войти в Царство Небесное и быть частью Царства Божьего. Когда мы становимся на колени, открываем свое сердце Иисусу, откуда-то приходит утешение, исцеление или совет. Когда мы изучаем Священное Писание, нам открывается что-то новое о Боге, чего раньше мы не знали. Когда мы не видим выхода из трудных обстоятельств и поднимаем свой взор к небесам, как веянием тихого ветра наша душа наполняется надеждой на помощь свыше. Это оно и есть непостижимое, но доступное нам Царство Небесное. Субтитры создавал DimaTorzok